При огромном стечении обстоятельств, 50-60 человек, за все время максимальное количество жителей, которые вышли на встречу с депутатом, за все время он пообещал. Пришел, и люди, как горох, начали сыпаться вопросы, ну это же все без сценария, без росписи как-то. Каждый человек высказывает о своих проблемах, то есть коммуникации изношены, люди годами платят, с управляющей компанией никаких денег, отчета по деньгам нет, по работам тем более нет. И когда люди услышали ответ Лукинова, ну все просто выпали в шоке. Он дословно сказал, вы, говорит, кого на выборах? Путина выбирали? Да, ну а что ж вы хотите? Вот теперь и будет такое положение, понимаете? То есть этот человек, прикрываясь единой Россией, властью, там, вот в вашем издании прошло, что он как ориентируется на личности в современной истории, там Путина упомянул, Абрамовича, Путина, все, ну это же вранье, понимаете? Такое можно сказать, ну мягко выражаясь, это недоброжелатель нашего народа и государства может так высказаться. То есть на всех форумах они хлопают в ладоши, поддерживаем все, а в деле совершенно в противоположную сторону движения идет. Это как-то Владимир Владимирович сформировал как пятая колонна в нашей власти. Она реально мешает, является тормозом развития общества, исполнения всех тех приказов, постановлений, которые спускаются сверху, понимаете? Это все люди убедились, но такого просто допускать даже нельзя. Я не знаю, как он вообще в единой России. У нас вообще в единой России есть такая традиция принижать верховную власть уже раньше еще было, в девятом году.